Здравствуйте! На канале АТВ Центр время новостей. И в эфире программа «Ныне» с информацией в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Если пациент хочет жить, медицина тут бессильна. Пациенты сами должны заботиться о своем здоровье, а Минздрав будет и дальше оптимизировать расходы на периферийную медицину. Так расценили районные медики позицию регионального министерства здравоохранения на выездном заседании медсовета в центральной районной больнице. Ахтубинские акробаты штурмуют областные турниры и соревнования Южного федерального округа. Наши в десятке лучших. И обо всем подробнее. На прошедшей неделе глава района Виктор Ведичев побывал в поселке Нижний Баскунчак. На встрече с жителями он обсудил ряд вопросов, связанных с жизнедеятельностью данного населенного пункта. Впрочем, похожие проблемы характерны и для других сел и поселков района. Это и качество питьевой воды, ремонт дорог и так далее. Развитие темы у Владислава Лихваря. Встреча с жителями поселка Нижний Баскунчак в доме культуры Саряникова с главой администрации района началась в 14 часов, как и намечалось. Виктор Ведичев первым делом сообщил о том, что только что в Ахтубинске завершилась выездная коллегия Министерства здравоохранения Астраханской области, где было принято решение, вопрос о закрытии больницы в поселке Нижний Баскунчак снять с повестки дня. Она будет работать в прежнем режиме. Сейчас уже окончательно принято решение, что то распоряжение отменили, поэтому больница как была, так и есть. Вот те вопросы, которые по больнице... Вот это большое вам спасибо. Далее. Глава района по традиции отчитался перед жителями о проделанной работе за период со времени прошедшей встречи. Большинство вопросов были успешно решены. Например, Людмила Щепкина сетовала год назад на том, что в районной больнице иногородьям непросто попасть на прием к тому или иному врачу. Сейчас же, сказала она, ситуация изменилась. Вот сейчас уже, вот товарищ лежит в больнице, она говорит, сейчас уже все изменилось. За этот год все изменилось в хорошую сторону. Владимир Гилин отметил, выступая перед жителями, больницу удалось отстоять. А теперь другая проблема. Где взять врачей, медперсонал? Кем укомплектовать отделение? На сегодняшний день у нас полставки массажиста, полставки. Кто пойдет на полставки работать? За три тысячи, пожалуйста, приходите, мы обучим, будете работать. Если большинство вопросов районного уровня удалось благополучно разрешить, то федерального, областного не всегда. Например, не просто было отстоять пожарную часть, которую пытались закрыть, а поселкового уполномоченного не сохранили. Обязанности охраны правопорядка поселка Нижний Баскунчак возложены на участкового инспектора поселка Верхний Баскунчак. Некачественный состав питьевой воды, разбитые и многолетние ремонтируемые дороги, а также ряд других нерешаемых вопросов, автоматом перешли к главе района для решения последующих периодов. Выступили перед жителями поселка Андрей Бучака, руководитель аппарата службы участковых МВД района, Дмитрий Тарский, заместитель начальника отдела пограничного отдела управления ФСБ России. Они проинформировали жителей поселка о работе своих служб, взаимодействии населения с ними. Нерешенным, считают жители, остался и вопрос пассажироперевозок. Маршрутное такси заходит только по звонку, и то не всегда. Пока не будет асфальта давшего поселка, заезжать мы туда не будем. Водительство, пока будет грязь, пачкать за своим машином не буду, я только покрасил. Виктор Татаринов, заместитель главы района, курирующий транспортное сообщение, дал свои визитные карточки желающим. Запишите, пожалуйста, мой телефон, в конце концов. Если по вашему звонку не зашел автобус, звоните мне. То есть я зам главы администрации, который курирует эту работу. Я буду не с водителем разговаривать, а с предпринимателем, почему он не держит свое слово. Николай Дубинин рассказал Нижнебоскунчакцам о работе районного совета депутатского корпуса, о том, какие проблемные вопросы решали совместно с главой администрации. Виктор Ведичев, завершая встречу, сказал. Мы живем как подводные лодки. По большому счету мы не нужны, вот как вот сейчас, спасибо вам за вопрос, за эти налоги по федерации никому не нужны. Не нужны никому мы там по некоторым моментам. И в области нас там недопонимают, потому что, видите, Ахтубинс хочет для себя каких-то привилегий, преференций. Но не надо никаких привилегий посмотреть, чем мы здесь живем. Мы же часть Астраханской области. Но я вам хочу сказать, не надо злиться друг на друга, я на вас не злюсь. Я вам благодарен, что вот так вот наш разговор прошел. Подобные мероприятия, отметили баскончакцы, очень нужны. Сегодняшняя встреча показала, что люди заинтересованы в жизни района, в проблемах нашего поселка. Вопросы задавались очень острые, неприятные, может быть, главе администрации. Но он от них не уходил. Мы получили все те ответы, которые от него ожидали. Почти три часа длилась встреча. А закончилось, люди не сразу разошлись. Несколько человек остались в зале решить с главой личные вопросы. Коммунальные проблемы жильцов дома номер 2 по улице Сталинградской могут претендовать на современный бестселлер с уже известным названием «Хождение по мукам». Здание буквально трещит по швам, но не имеет статуса аварийного дома. Подробности в рубрике «Добро пожаловаться». Дом имеет угловую форму, и одна половина его фасада выходит на улицу Сталинградскую, а другая – на Добролюбову, где и расположена комната одной из героинь нашего сюжета. Любые осадки здесь влекут за собой потоп. Тазик посередине комнаты обосновался на постоянной основе, потому как иначе просто нельзя. Розеткой пользоваться тоже нельзя из-за церевшей проводки. И так в этом доме выглядит не одно жилое помещение. Проблемы с кровлей начались еще в 90-х прошлого века, сразу после того, как заменили шифер. Новое покрытие оказалось хуже прежнего. А вот когда Ахтубинск вошел в федеральную программу по капитальному ремонту, на доме номер 2 по улице Сталинградской, по мнению жильцов, деньги кончились. Вот и живут люди с худой кровлей. О той половине дома, которая расположена по улице Добролюбова, не повезло еще и с отоплением. Как отопление началось в прошлом году, что-то они тут переделывали, и вся Добролюбова, первый и второй этаж, просто не отапливаются. Ледяные батареи. У меня две батареи работали только в спальне и на кухне. Ну, спасибо у меня. А здесь вообще, вот, у них полностью вся по Добролюбову, здесь не отапливалось абсолютно. И вот они полтора месяца ремонтировали, делали, мудрили. Утром сливают, дом остывает, так холодно. Вечером запускают отопление. Сейчас батареи, ну, более-менее теплые, то есть не ледяные, но они горячие. Валерий Прилатов в этот дом заселился 27 лет назад. Тогда ему не советовали делать капитальный ремонт квартиры. Говорили, что максимум через три года дом признают аварийным и жильцов расселят. Минуло почти три десятилетия. А вот, как говорится, и ныне там. Хозяйка комнаты, где мы производили съемку, сейчас в отъезде. Нашу съемочную группу пригласила ее мама Клавдия Петровна. Она и показала целую переписку, которую семья ведет с местными и областными чиновниками. Шевченко, вот мы к ней обращались, вот, она, ну, ничего, а что я сделаю? Идите к Чернову, архитектурной. Пошла я к Чернову, а он и говорит, а я ничего не знаю, идите снова туда. Я говорю, я уже два круга обошла, третий круг не пойду. Только буду теперь писать в Москву. Писать можно, конечно, и в Москву президенту. Но жильцы решили сначала обратиться в Ахтубинскую городскую прокуратуру. Свой дом они считают объектом повышенной опасности. Отсыревшая электропроводка не изолирована. Кирпичи, служившие когда-то лепниной, отслаиваются и падают вниз. Так что стоять рядом с домом небезопасно. А старые деревья имеют такой наклон, что могут в любой момент обрушиться и повредить систему отопления. Основой для нашего следующего сюжета послужило видео, присланное нам по интернету. На нем запечатлено, как грузовик выгружает строительный мусор в неположенном месте около стройки в микрорайоне Лавочкино. Сюжет об этом уже вышел в эфир полгода назад. Тогда к работе над материалом мы привлекли экологов, которые выдали предписание в адрес строительной компании. Но прошло полгода, а мусор вновь находится в неположенном месте. Продолжит Регина Мусина. Это видео снято в декабре. Его автор Евгений лично был свидетелем того, как машины вывозят мусор со строительной площадки на это поле. Рядом с местом несанкционированной свалки строительных отходов находится тропинка, ведущая в гарнизон. Ежедневно по ней проходят сотни людей. Но почему-то обратился к нам только этот молодой человек. Каждый день хожу на работу мимо этой мусорки. По-моему, каждый человек не будет равнодушен к такому загрязнению природы. В декабре я снимал видеозапись о том, как она там была и до сих пор находится. Вижу, как они там равняют. Новую ямку выкопали для мусора. Не все местные жители оказались столь же обеспокоены происходящим. Кто-то наивно полагает, что стройка закончится и мусор будет убран. Ну, когда будут асфальтировать возле домов, они уберут это. Сдают квартиры, и это все не убирает весь мусор. А ведь есть свидетели, которые утверждают, что по мере заполнения ям отходами их закапывают и роют новые. Кроме этого, строители признались экологам, что сами возводят дома на отходах от других строек. Вы знаете, там очень интересные отходы. Такие куски бетона, строительных отходов. Я удивилась, откуда при строительстве новых домов. Он говорит, когда мы рыли котлованы, мы просто строим дома на свалке строительных отходов предыдущих строек. Мы уже делали сюжет по поводу несанкционированной свалки в этом месте. Тогда экологи составили протокол на главного инженера строительной фирмы за нарушение правил складирования рабочих отходов. По словам специалиста отдела по охране окружающей среды, после этого мусор был вывезен. Отходы были вывезены, после этого сразу их начали вывозить. Вы проверяли? Мы проверяли, да. Мы звонили директору ЗАО ОПЕК, Ахтубинского филиала. Он подтвердил, что 6 талонов было выдано на вывоз отходов. То есть 6 машин было вывезено. Ну, на этом, в общем-то, все и остановилось. Но прошло 6 месяцев, и история повторяется. Мусор вывозят в поле, к нам обращаются люди, мы направляемся к экологам, те, в свою очередь, опять составляют протокол. Казалось бы, это замкнутый круг, но экологи пообещали его разомкнуть. Если до положенного срока отходы надлежащим образом убраны не будут, то к этому делу привлекут прокуратуру. Обязательно будем следить. После 28 числа мы опять с представителем службы природопользования Астраханской области выйдем на место, посмотрим, насколько чисто все это убрано обязательно. Ну и дальше потом будем отслеживать эту ситуацию, потому что строительство подходит к концу, и нам надо, чтобы строительство завершилось не только внутри строительной площадки, но и за ее пределами. Штраф за данный вид нарушения крайне мал. Речь идет всего о трех тысячах рублей. Есть надежда, что перспектива привлечения прокуратуры испугает нарушителей. Экологи пообещали следить за ситуацией на данном участке, но все же они ждут помощи и от граждан. Небольшой штат отдела не позволяет ежедневно устраивать рейды, поэтому если у населения появится информация о нарушениях в сфере экологии, они просят сообщить им по телефону 3-53-13. С 20 по 23 марта в Ахтубинске пройдет выставка продажи медицинских аппаратов Елатомского приборного завода, которые пользуются популярностью не только в России, но и за рубежом. Их можно будет приобрести по заводским ценам в аптеке «Альма», расположенной по адресу Жуковского, 14. Сегодня мы знакомимся с продукцией Елатомского приборного завода, который называют домашним доктором не только в России, но и за рубежом. Вот уже 30 лет специалисты завода работают под девизом «Все для здоровья – здоровье для вас». За это время они выпустили целую серию портативных медицинских аппаратов, которые помогают избавиться более чем от 60 различных заболеваний. Такие приборы сегодня есть во многих больницах и медицинских учреждениях. Теперь они могут появиться и у вас дома, и вам больше не придется стоять в очередях на физиопроцедуры. В отличие от лекарств, портативные физиоаппараты не вызывают привыкания, и ими можно пользоваться годами. Самый популярный прибор для домашней аптечки – Алмак. Он действует с помощью импульсного магнитного поля, которое совпадает с биоритмическими импульсами нашего организма. Алмак помогает при остеохондрозе, артрите, артрозе, заболеваниях сосудов и гипертонии. Пожилые люди могут использовать Алмак без посторонней помощи. Четыре индуктора Алмага очень удобны в применении. Их можно обернуть вокруг сустава, положить на шейный отдел позвоночника, на них также можно лечь спиной. А это МОВИД – настоящее спасение для мужчин, страдающих простатитом и аденомой. Теперь вы можете не затягивать деликатное лечение в клинике, используя МОВИД в домашних условиях в удобное для вас время. МОВИД разработан при участии врачей-урологов и сочетает в себе самые эффективные методы лечения – тепло, магнитное поле и вибромассаж. Если осенью вас, как обычно, мучает насморк, обратите внимание на фею. Этот прибор не зря называют лор-врачом на дому. Он глубоко прогревает сухим теплом, слизистые угортани, гайморовы и лобные пазухи. Особенно он полезен для малышей от одного года, которые еще не освоили процесс высмаркивания. Приобретайте приборы торговой марки «Еломет» на заводских выставках-продажах в Ахтубинске с 6 по 9 марта в аптеке «Альма» на Жуковского, 14. На выставке действуют заводские цены. Ахтубинские спортсмены успешно выступили на чемпионате Южного федерального округа по акробатике, который прошел в Краснодаре в феврале этого года. Самоучастие на таких крупных соревнованиях уже большое достижение, говорит тренер наших акробатов. Однако призовых мест ребятам завоевать не удалось и винить спортсменов. В этом не стоит, у них нет ни условий для эффективных занятий, ни нужного оборудования. Подробности у Алены Бурковской. Чтобы получить возможность принять участие в чемпионате Южного федерального округа, Ахтубинским акробатам пришлось пройти долгий и нелегкий путь. Помимо практически ежедневных тренировок, ребята регулярно участвуют в соревнованиях местного уровня. Так, на областном турнире в Астрахани четверо юных акробатов Людмила Панкратова, Дмитрий Ким, Тимофей Ильин и Михаил Демьянов завоевали золотые медали. А Сергей Трубенко повысил свой спортивный разряд до первого взрослого. Когда мы первый раз приехали в Астрахань, такие ощущения, эмоции от новой дорожки. Спорт-инвентарь прекрасный, много батутов стоит, конечно. Но мы должны были настроиться к соревнованиям. Мы очень много тренировались и должны были себя показать с самой наилучшей стороны. Жюри оценивало очень строго результаты. Мы очень, конечно, боялись в первый раз, но мы перебороли свой страх и выпрыгнули, скажем, на наилучшую оценку. После многочисленных отборочных турниров двоим нашим акробатам выпала честь представить Ахтубинский район и всю Астраханскую область на Южном федеральном округе, где Владислав Юн и Владимир Астафьев попали в десятку лучших, чем очень порадовали тренера Ирину Шлейну. А ведь среди соперников Ахтубинцев было немало воспитанников школы Олимпийского резерва, сильнейшие акробаты из Краснодара, Ставрополя, Астрахани и Ростова. Это очень хороший результат, причем по техническим оценкам мы даже были третьим-четвертыми. Но так как у нас нету сложности, то есть нету дорожки, нету как бы, ну, как вам сказать, мы как пловцы без бассейна. Можете представить? Вот у них нет бассейна, они на соревнования выезжают, что-то еще там завоевывают. Вот то же самое мы. То есть по таким вот критериям, таким оценкам, в общем, попали даже в сборную Астрахань, потому что на эти соревнования нас повезло. Только Астрахань мы сами не могли выехать, у нас нет таких возможностей. Мальчишки с своими выступлениями тоже остались довольны. И пускай призовых мест им не удалось завоевать, все же бесценный опыт важней, рассуждали акробаты, рассказывая о незабываемой поездке. В соревнованиях вообще было очень страшно. Ну, страшно, переживали очень сильно. Когда дали разминку, я поверил в себя, ну как, я уже чувствовал, уже страх пропал. Прыгал, размялся и нормально выступил. Тренер Ирина Шлейна призналась, мечтает увидеть своих подопечных как минимум на первенстве России. Но для этого нужны соответствующие условия для тренировок в нашем городе и спонсорская поддержка, о которых остается тоже, только мечтать. А пока дети продолжают старательно заниматься и оттачивать акробатическое мастерство на самодельных приспособлениях. Хочу сказать большое спасибо всем своим пацанам, мальчишкам, за то, что они так любят безумно эту акробатику. А то, что у них есть этот блеск в глазах и стремление в надежде на это спортивное оборудование, которое как бы нам все кто-то там может быть, а не может быть, которое как бы есть и поставить некуда. В общем, по таким огромным техническим там и всяким-всяким причинам наши дети без базы. Но за то, что они вот так вот себя отдают этому виду спорта, достигают таких вот результатов, они просто у нас герои. И на сегодня это все новости. Всего доброго и до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин